Дорогие друзья, мы очень рады видеть всех собравшихся на нашем очередном домашнем концерте. Становится уже доброй традицией 23 февраля, в День защитника Отечества, устраивать эту домашнюю встречу с защитником Отечества Евгением Даниловичем Аграновичем, который из реально оставшихся защитников Отечества, пожалуй, уже один и остался. Я не знаю, с кем бы можно было бы из фронтовиков еще Великой Отечественной войны вот так вот провести 23 февраля в центре авторской песни. Так что хочется эту традицию поддержать на, возможно, более долгий срок нашей с вами совместной жизни. И я думаю, мы сегодня этой традицией воспользуемся в полной мере. Во-первых, хочу сказать, что сегодня в аккомпанирующей группе у нас пополнение в лице Михаила Грайфа. А остальных участников процесса будем называть по мере их появления на сцене. А теперь слово Евгению Аграновичу. Ну, братцы, я уже как-то говорил, что в нашем цеху, или как даже громко сказать, в нашем там движении, не бывает ни членских билетов, ни стажа, ни каких-то званий. Там мы не бываем ни народные, ни заслуженные, и никаких красных корочек у нас нет. Если нам что-то и разрешается, то, ну, может быть, желательно, чтобы была, скажем, какая-то песенка именно авторская, которую люди бы знали, скажем так. И вот это и является, значит, такой визитной карточкой. Вместо красной корочки я, с вашего разрешения, тоже, может быть, минутки три у вас займу, просто вам что-то старенькое покажу, потому что новенькое у меня в запасе тоже есть. Так что же, значит, мы начнем с... Я в весеннем лесу Пил березовый сок С ненаглядных пивуней В стогу ночевал Что имел, потерял Что любил, не сберег Был я смел и удачлив О счастье не знал И носило меня Как осенний листок Я менял города И менял имена Дышался я пылью За морских дорог Где не пахли цветы Не блестела луна И окурки я за борт Бросал в океан Проклинал красоту Островов и морей И бразильских болот Малярийный туман И вино кабаков И тоску в лагерей Зачеркнуть бы всю жизнь И сначала начать Прилететь к ненаглядной Пивуньи моей Да вот только узнает ли Родина-мать Одного из пропавших Своих сыновей Я в веселем лесу Пил березовый сок В вашей энциклопедии Вот с авторской песни Еще что-то такое Доисторическое приводится Значит Песня Бригантина Автор Павел Коган И Левский Их уже нет А у нас же сегодня 23 февраля Это же еще и День памяти Георгия Соломоновича Лепского Да Вот мы его и так сказать Упоминаем А давайте мы Бригантину-то и споем Вы считаете, да? Я думаю, да Ну давайте Просто споем Бригантин тоже Я надеюсь, что все Присутствующие уже знают Что Евгений Данилович Является в некотором роде Соавтором Песни Бригантины Автором Одного слова Одного слова я вставил Ребята, вот истина моего Знаешь, как Курсив везде мой, да? Вот одно слово Все-таки за мной там значится Вот Ну это, конечно, шутка Вот Ну в общем, было такое дело Я присутствовал почти при рождении То есть я был одним из первых Уже служителей И исполнителей Когда Павел Коган Меня привел к себе И стал я у него жить Вот такая была Я с ними, значит Ребята, познакомился Интересная страничка жизни Ну да ладно А песенку, конечно Мы вспомним Да ее все уже Так сказать Много хорошо знают Если Кто помнит и может Конечно, потихонечку Будете Если подпевать Мы будем С Александром Николаевичем Да Вот и с Мишей Только Рады Не правда ли, да? Надоело Говорить и спорить И любить усталые глаза В флибусеевском В флибусеевском дальнем синем море Бригадина поднимает паруса Капитан 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 Обветренный, как скалы Вышел в море, не дождавшись нас На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина Пьем за яростых, за непохожих За презревших грошевой уют Плещет по ветру веселый Роджер Люди флипта песенку поют Плещет по ветру веселый Роджер Люди флипта песенку поют Так прощаемся мы с серебристую С самою заветною мечтой Флипусьеры и авантюристы По крови упругой и густой Флипусьеры и авантюристы По крови упругой и густой Но в беде и в радости и в горе Только чуточку причуть глаза В флипусьерском дальнем синем море Бригадина поднимает паруса Либо сердцем дальнем синем море Бригадина поднимает паруса А еще в один куплет поете У нас была такая песня Из этих двух знаменитых песенок Вот видите, один еще живой автор С нами остался А Бориса Смоленского я, ребята, очень любил Он был на два года моложе меня Когда его убило, ему еще не было 20 Вот и прекрасного поэта Наверное, мы потеряли Но я о нем пишу И в своих книгах И как-то пытаюсь Всякий раз, когда попадаюсь я Где-то у микрофона Или есть возможность по телевидению что-то сказать Я никогда не забываю Все-таки хотя бы упомянуть это имя Потому что не осталось от него практически В общем, ничего тоненькая Тетрадочка юношеских совсем стихов И, в общем, ребята Вот, так сказать, такая вот его Значит, эта самая Писенка «Одесса-мама» Еще раз Давай Мишка, сыграй сам Давай В тумане тают белые огни Сегодня мы уходим в море прямо Поговорим за берега твои Ой-вы Родимая моя Отец-мама Мне там знакомо каждое окно Там девочки портовые такие Ах, больше мне не пить твоя вина Ой-вы И крешам не утюжить мостовые В Москве же все горланят и гремят Луна озарена в нем рекламы Но кто же заменит мне тебя Ой-вы Родимая моя Одесса-мама Мы все хватаем звездочек с небес Наш город Идеально все известен Утес в Лене парень Он одесс Ой-вы И Вера Индер Павел из Одессы Сама Гасфер стадит космополит Лечил в Одессе стрепанные нервы В своих трудах он прямо говорит Ой-вы Одесса Это мама номер первый Был Одессей, бесспорно, Одессит За это вам не может быть сомнения А Сашка Пушкин тем и знаменит Ой-вы Что здесь он вспомнил чудного мгновения Ты мне один единственный маяк Мне жить теперь так грустно и отвратно Ой-вы Брахмонес, мамочка моя Ой-вы Ой, мамочка, роди меня Обратно! К нашему удивлению Она широко разошлась по всей Москве Нигде, естественно, не напечатана Эта песенка И ее жадно почему-то все переписывали и пели Аж до сих пор бывает за рюмочкой где-то Просто она была не казенная, понимаете? Она была не литованная Вот она была неофициальная Вот в ней было какое-то живое дыхание Вряд ли в какой-нибудь другой песенке Можно было бы сказать Сашка Пушкин, да? Или что-нибудь в этом вроде Чудного мгновения там Что-нибудь еще Вот, наверное, в этом, значит, была какая-то прелесть Вот от Бориса Я могу вам просто привести Из поэмы, которую я о нем написал Восемь строчек Когда шагнул солдат свободы В смертельный огненный поток Его недожитые годы Ему недоданные годы Не унаследовал никто Им облюбованное дело Не завершат его друзья Его невеста овдовела Еще до свадьбы овдовела И не родятся сыновья И только ясно промерцала Звезда в холодной вечной мгле О том, что жизни меньше стало Немного меньше Жизни стало На этой горестной земле Ну вот, ребята, наверное Еще шла война Или только что закончилась А перед приемной комиссией в ГИКа Который уже набирал, так сказать, себе Состав Перед приемной комиссией Из очень серьезных Седых, лысых И знаменитых людей Стоял человек В такой обшарпанной Солдатской шинели На двух костылях Молодой лейтенантик Еще без протеза Просто с двумя костылями Это был Станислав Ростоцкий Он отрекомендовался Стасик Ростоцкий Вот И он прочел стихотворение Которое в ту пору Тоже нигде не напечатано И просто ходило по фронту Из рук в руки Это факт, ребята Мы даже не были с ним еще знаком Вот А стихотворение было мое Оно было все-таки подписано В отличие от других там Каких-то вещей Которые бытовали просто Как ничейные Вот небольшое стихотворение Которое называлось Моему поколению К неоткрытому полюсу Мы не протопчем тропинки Не проложим тоннелей По океанскому дну Не подарим потомкам Шехспира Родена И глинки Не излечим проказы Не вылетим на луну Мы готовились к этому Шли в настоящие люди Мы учились поспешно В ночи не смыкая глаз Мы мечтали об этом Но знали прекрасно Не будет Не такую Работу Век приготовил для нас Может был наш Ютон Всех физиков мира зубастей Да над ним ведь не яблоки Вражи и мины висят Может быть наш Рамбранд Лежит на доске В медсанбате Ампутацию правой Без стоны перенося Может Костя Ракитин Из всех симфонистов планеты Был бы самым могучим Осколок его бы не тронь А Кульчицкий и Коган Были такие поэты Одиссею бы создали Если бы не беглый огонь Нас война от всего Отделила горящим заслоном И в кольце этих лет Какая горит молодежь Но не думай, мой сверстник Что так уж не повезло нам В эти черные рамки Не втиснешь нас И не запрешь Человечество будет Божиться Моим поколением Потому что мы сделали То, что мы были должны Перед памятью нашей Будет вставать на колени Исцелитель проказы И покоритель луны И комиссия охнула И приняла его Без всяких экзаменов На режиссерский факультет И не ошиблась Потому что Занеслав Ростовский Ростовский сделал Несколько прекрасных картин Ну, на хотя бы Озоре здесь стихи То, что вы помните Вот, и он долго еще Слава Богу С нами жил И всякий раз на праздниках Читал это стихотворение Причем При серьезной Конкуренции Еще одного Очень знаменитого И прекрасного Кинематографиста Марлена Хуцуева Который тоже Еще не был Дочитаной знаком Но знал это стихотворение И до сих пор Его часто читает Когда ко мне приходят Телевизионщики Вот недавно были Вот я им Посоветовал Уговорите вот Или поезжайте к нему И попросите Значит Прочитайте это стихотворение Потому что Он его Замечательно читает И судьба поколения Это ему Не безразлична Вот Но это стихотворение Значит Ходило по рукам Нигде не напечатанное Как же это Трагическое поколение Жертвенное А господа офицеры Переписывали друг друга От руки Это стихотворение Правда уже С фамилией автора А без фамилии автора Бытовали Вещицы Довольно известные Которые тогда ходили Например Была такая песенка Я был В первые же дни войны Значит В добровольческом Косомольском батальоне Был такой И Меня назначили Запевалой А что прикажете петь Когда нас в бой Пошлет товарищ Сталин Да Или там Гремя огнем Сверкает Ну понимаете Это все Звучало бы ужасно Потому что армия отступала Просто издевательски бы звучало Окружились у меня В башке строки Киплинга Незадолго Перед тем Прочитанные И вот Под стук сапог Моих товарищей По роте Под их хриплое дыхание Под горечь отступления Если позволите Просто сама собой Сложилась Во мне мелодия Очень простенькая Но вот Говорят что Все таки Никого не повторяющая И она На своих крылышках Эта мелодия Пошла Из роты в рот Батальон полк Вот И в общем Рассеклась По всей армии И даже более того Мы спели ее Аж Союзникам на Эльве Вот Потому что ритм был А Киплинга Некоторые знали Вот эта песенка Ребята говорят Что еще Кое счастье И сейчас еще Поют где-то Просто На марш В строевых Частях День, ночь День, ночь Мы идем по Африке День, ночь День, ночь Все по той же Африке Только пыль Пыль, пыль, пыль От шагающих сапог Отпуска нет На войне Счет, 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 счет Пулем в кушаке веди Бог мой Дай сил Обезумить не совсем Пыль, 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 пыль От шагающих сапог Отпуска нет На войне Ты, 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 ты Пробуй думать О другом Чуть сон Взял вверх Задние тебя Замнут Пыль, 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 пыль От шагающих сапог Отпуска нет На войне Я шел Сквозь ад Шесть недель И я клянусь Там нет Ни тьмы Ни жаровин Ни чертей Только пыль, пыль, пыль От шагающих сапог Отпуска нет На войне Комиссар сказал Хорошо, шо Строевая песня Но стихи какие-то Не наши Ты бы чего-нибудь Но я чего-нибудь Уже позже В 10-й армии Да сочинил В догонку кимблингу Несколько куплетиков Уже рифмованных И про нашу Отечественную Май дал Приказ Шире шаг И смаршал в бой Но дразнит Нас Близкий дым Передовой Пыль, пыль, пыль От шагающих сапог Отпуска нет На войне Пыль, 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 пыль Или не пыль Этот путь Боль, 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 боль Отпусти когда-нибудь Пыль, 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 пыль От шагающих сапог Отпуска нет На войне Года пройдут Вспомнит тот, кто уцелел Ни смертный труд Ни бомбежку, ни обстрел А пыль, пыль, пыль От шагающих сапог Отпуска нет На войне Только пыль Что можно собирать Что можно собирать В одиночке Пустой, холодный Полутемный Тут отбирают Даже горелую спичку Клочок бумаги Узник собирает пыль Узник собирает пыль Наперсток в неделю И, смочив каплей воды Укладывает в узкую ложбинку Между решеткой и рамой окна К весне эта канавка заполнена Теперь только ждать С той жалкой пайкой Вольного Наружного воздуха Что попадает в камеру Залетает невидимая пыльца Споры травы И однажды на рассвете Узник видит то Чего никому на воле не разглядеть Рождество травы Тут это была Великая победа Жизни весны Такой слабенькой И такой всемогущей Лес и луг Светлей и чище И подробней стали Будто мир протер глазищи Что во сне устали Свод сосновый Снова молот В небе синий пламя Снег, как сито Весь исколот Острыми лучами Лед скребут под каждой горкой Копость с крыш смывая Грандиозную уборку Весна затевает В руки ей сдаю по списку Хату и подружку Душу в стирку Память в чистку И судьбу в утюжку И вхожу в хмельной и сладкий Дух весны сосновый Без царапинки и складки Человек, как новый Но сквозь снег непрочный тонкий Вылезла на волю Как начес волос в гребенке Проволока на кольях Из сугроба у колодца Ржавых касок Лезет рать Чему быть, то не вернется Что прошло, не миновать Ну вот, как видите, я значит так соединяю Ну, наверное, меня киношники Немножко научили монтажу Ну, или у Яхонтова я наслушался Был у нас великий совершенно человек Любимый артист нашего поколения У которого были такие монтажные связки Он читал кусочек пушкинской прозы Одну какую-нибудь октаву из Онегина И кусочек, не знаю, песенки И все это вместе создавало нечто большее Чем простая, скажем, арифметическая сумма Этих трех вещей Вот еще один такой пример я вам покажу Просто, чтобы дать вам почувствовать Может быть, в такой день следует Ну, просто как-то атмосферу, ну что ли Воздух, дыхание Этого времени, как люди разговаривали Как дышали Пилотка набыхла от дождя И стал тяжелой, как каска Плащ-палатка сделалась, как кора Твердая и ломкая Скользко Слышь, сказал приятель В полку говорили Полевая почта на медни На противотанковую мину наехала Почтаря в клочки А конвертики На пять верст разметала И к противнику тоже Может, и тебе там чего было А ты переживаешь Конец его фразы Звучал, как по телефону Потом я увидел У самого лица Кусок поля Растерзанный и разрытый Тяжелые снаряды Отвесно падали на него Рвались на тысячу осколков Оставляя глубокие воронки Крупные и мелкие мины Сыпались в перемешку Далеко разбрасывая Комья земли Это выглядело Как плотная артподготовка Но грохота не было И тут я понял, что вижу Просто падение капель Клочок дождливой дороги Чудовищно увеличенный Вершковым расстоянием До глаза Поскользнулся Недоверчиво спросил приятель Старая контузия напоминает Сказал я с бронью Поднимаясь на ноги Мы шли дальше уже молча Писем нет Таким же холодом Снег траншею заметал Говорят Молчание золота Люди гибнут Заметал Как буханка снится с голоду Так мне снится твой конверт Говорят Молчание золота Значит я миллионер Что-то взорвано, расколото Ты не пишешь Все, конец Говорят Молчание золота Иногда на свинец Поля войны Свинцом засеяны Бегут с пути Месеров журавли А листья звонкие Из золота осеннего Как ордена легли На грудь родной земли Когда штыки Атаку гончили Шел первый снег И не видел десант Что две снежинки Мне спустились На погончики Поздравь, любовь моя Я младший лейтенант Грядит полк Чидят пожарища А я вернусь Невредим из огня А если слягу здесь придут Мои товарищи Ты среди них тогда Найди себе меня Ну еще немножко по воюю Если не устали Вот кусочек просто биографии Тут объяснять не надо Что все в песенках Вся биография есть Как таковая Чайки и берез Чайки Чтобы повидаться Проститься Помянуть у бывших ребят Несколько морских пехотинцев Съехались на тихий парад Чисто бритых Мытых тверезы Привезли их в лес За селом Ровно столько В роще березок Сколько здесь бойцов Полегло Однолетки Ровного роста Золотой листвой Шелестят Чайки Это души Матросов А березки Души Солдат Чайки Это души Матросов А березки Души Солдат Видишь Как светло И сурово Подступил Березовый Строй Что же Убивают Их Снова Два Шакала С бензопилой Проще Не показывать Носа И валите Живо Назад Чайки Это души Матросов А березки Души Солдат Чайки Это души Матросов А березки Души Солдат Не рабея Морская Пехота Списанная Богом Запас Мы еще Решаем Чего-то Остается Выбор У нас Гимнастерки Мы Не тельняшки Без Козырки И Сапоги Волны Наши Охопы Наши Мы Солдаты Мы Моряки На крыле Рассвет Будет Роза На стволе Багровый Закат Чайки Это души Матросов А березки Души Солдат Чайки Это души Матросов А березки Души Солдат Маленькая деталь об ее премьере Вот с Александром Николаевичем не даст соврать Мы значит на НТВ в самый день по-моему юбилея дважды выступали На НТВ выступали один раз А на НТВ выступали Один раз на НТВ а второй раз не на НТВ Я уж не помню кто это был Но был Да Ну вот когда мы выступали на НТВ А там были две девочки такие Black and White Значит это Домино Черные и белые Девочки Да Принцип Домино Принцип Домино Они вели передачу Ну им понравилось как мы с Александром Николаевичем спели пару песенок Значит все А я значит набрался нахальство и говорю по-моему в такой день мне полагается подарочек Девушки эти говорят Да да конечно что вы хотите Я говорю вот вы и слышали несколько песенок которые в общем может быть многие знают а вот есть песенка которую еще никто не знает а мы вот ее принесли хотели бы показать если это возможно это будет в эфире может быть около полутора минут они говорят пожалуйста и действительно мы с Александром Николаевичем спели вот песенку которую вы сейчас слышали и потом многие мне знакомые говорили что некоторые записали и в общем как-то на ну что ли получила какую-то путевку в жизнь но не сразу но вскоре но где-то зазвучит ну и еще значит мельницу метелицу Евгений Данилович а вскоре после войны это самое про гранату да могу могу я не знаю не утомил ли я вас ребята военной тематикой я думаю у нас сегодня день защитника отечества как раз ну что же а то не скажешь ну вот дорвался понимаешь как говорят старый пергюнд и старый перпенс вот дорвался понимаешь до экрана или там до микрофона вот теперь его не переслушаешь но нет ребят а это да вот еще одна триада у меня есть такая вскоре после войны Наташа кольнула меня локотком и показала глазами на парня за соседним столиком неподвижное чуть-чуть отутловатое лицо залитое ровным серым тоном окопный портретик при этом лиловый галстук и фиолетовый сюртук из какой-то совсем другой картинки я и перестал было разглядывать его как джаз вдруг грохнул и застрекотал парень схватил бутылку за горлышко и рухнул плотно прижимаясь к ковру он попластунский пополз к оркестру и хотя я ничего не сделал и не сказал Наташа сильно потянула меня за рукав а нечего тут вставай ну пойдем же уходим но я сидел мне стало интересно разнесет сержант свои гранаты пулемет или промажет края траншеи заросли травой идешь из стебли вровень с головой местами даже надо нагибаться чтоб избежать их несмышленой ласки так стебельки звенят звенят по каске цветы те прямо лезут целоваться а по травинке сношу и своей спешит к пальбе привычный муравей махорочный сиреневый виток его не остановит на пути осколком мины срезанный цветок через окоп как бабочка летит вот здорово волнистый воздух чист и по свист пули будто птичий свист какой покой порядок и уют сейчас уверен я что не убьют потом должно быть одолев беду от свиста птицы на зиму поду вот трубачи трубят трубят поход вернусь сказал солдат и он придет сквозь пламя дым и гром всегда вперед но в свой родимый дом солдат придет текут рекой в закат за взводом взвод но слово дал солдат и он придет хоть он давным-давно письма не шлет ты повторяй одно солдат придет продлится долгий путь ни день ни год и все ж когда-нибудь солдат придет вот станут дни теплей растает лед не запирай дверей солдат придет ну вот и мельница метелица ледяным помолом высоко над крышами на морозе голову мельница метелица жернова крути засыпает засыпает улицы ледяным помолом засыпает милая на моей груди весь я сжат отчаянно тонкими руками будто отнимает кто и нельзя отдать а уста припухшие шепотом ругают и велят покинуть теплую кровать встань летяй бессовестный и закрой заслонку уголь прогорел давно ведь упустим печь слышишь в окна стужа бьет словно в губен звонкой нам тепло в такой мороз надо поберечь я же ей доказывал это не опасно и пока мы рядышком не замерзнем мы я еще не знал тогда что теплом запасся на четыре лютых фронтовых зимы на четыре лютых фронтовых зимы отболели многие горшие потери только это все еще ранка а не шрам и в зарядье новое захожу теперь я там ищу домишко твой я по вечерам словно храм гостиница гордая россия мелочь деревянную сдула и смела и не помнит граждане кого не спроси я где такая улица где тут жила а церквушка старая чудом уцелела есть с кем перемолвиться помянуть добро знать она окрашена снегом а не мелом прислонись и вот он тут ветхий старый дом аж до крыш засыпана ледяной мукою рубленая тясаная старая Москва до рассвета мутного колотясь и воя мельница метелица вертит жернова мельница метелица вертит жернова вот совсем недавно удалось нам с Владимиром Борисовичем здесь присутствующим выступить как это сейчас называется в театре советской армии российской армии ну там был такой у нас бывает и сольный концерт бывает малосольный концерт но сольный концерт когда вот одни работаем а вот например как нынче в общем так а малосольный когда много там действующих лиц вот был такой малосольный концерт у них очень такой приятный потом значит уже пригласили нас каких-то уже избранную публику из выступавших из гостей и хозяев за какой-то их там собственный такой банкетик вот и на банкетике разные разговоры попросили меня сказать что-нибудь я не помню как к чему шла речь но мне было что сказать вот было у меня за душой восемь строчек уже сегодняшних нынешних необращенных так сказать на полвека назад и более того вот а по сегодняшней более было мне что сказать ну я значит возьми и грохни это восемь строчек всего-навсего звучало это значит примерно так казалось мощь страны неистащимо но знамя славы опустилось вмиг коррупция садизм дедовщина мы даже не слыхали слов таких и если для того чтобы сладить с ними у вас сыны мои не хватит сил мы наши танки с памятников снимем и мертвых призовем из их могил ну там конечно тоже ребят как это несколько странная возникла тишина но благожелательная потом подходит молодой человек очень скромный небольшого роста совсем молоденький человек в прекрасном строгом костюме без всяких украшений вот с одной только золотой звездочкой космонавт России но их сейчас уже 100 человек мы всех значит не знаем он выступал тоже с какой-то с каким-то словами на этом значит вечере а я в это время уже ушел со сцены за мной значит он выступал он подходит значит после вот такого моего выступления и что ему надо автограф ему пожалуйста значит не я у него а он у меня автограф просит я думаю ну хорошо значит посмотрели ручку нашли а на чем достает такое квадратное довольно большое удостоверение космонавт России там последние странички чистые но такие водяные знаки как на деньгах значит очень такая бумага драгоценная я ему говорю туда прикасаться нельзя он говорит ничего-ничего пожалуйста вот я расписал это ребята и вот по правде сказать думаю о нем не один раз вспоминаю вот космонавта да видимо он все-таки во-первых он заметил это восьмиштиши несомненно во-вторых я так думаю что он какой-то горький упрек который содержится в этих строках у вас сына и моей не хватит сил да он просто прямо отнес к себе каким-то образом да вот попросил записать в том смысле что вот как-то продемонстрировал ну что называется добрую волю да и мне это было как-то очень это дорого чрезвычайно вот почему значит я и хотел вам об этом рассказать присутствующий здесь Игорь Михайлович Каримов вот обратил внимание на вот эту деталь такую черную которая болтается на груди у Евгения Даниловича это говорит чего у него болтается на картинку говорит влияет отрицательным образом надо было бы снять а это дорогие друзья это просто лупа увеличительное стекло ну сами понимаете год рождения 1918 зрение уже не то вот поэтому читать собственную прозу глядя на нее через лупу и толстые стекла очков наверное затруднительно и мы сейчас пойдем на смелый эксперимент я применю менее сильную лупу надену ее на себя и попробую прочитать что-нибудь из прозы Аграновича из новой прозы вот присутствующий здесь опять-таки Эл Силонов в отчетном году насколько я понимаю в 2006 создал сайт Евгения Аграновича на котором лежат тексты песен и много чего другого и в частности там же написаны помещены то что называется крайние произведения наиболее свежие из написанных то творческий процесс неостановим и вот этот цикл рассказов называется скамейка выздоравливающих я пока полезу за бумажкой а вы изложите как бы так сказать скамейка выздоравливающих это вот что такое ребята это значит за глухой стеной ну это я зачту хирургического корпуса боткинской больницы из строительного мусора и поверженных деревьев запущенного совершенно садика возник такой тайничок куда вот в пяти шагах будете кружить и все равно там не найдете а туда собираются там есть такая скамья большая строители когда-то сделали для себя где можно покурить позавтракать и это на этой скамье собираются люди которые еще нужны в больнице там ну гипс не сняли еще койлы полагаются но уже выздоравливающие которым вот и они там значит собираются общаются а в чем там принцип вот Александр Николаевич вам расскажет ну или хотите одной фразой скажу чтобы он просто прощался прощал сам рассказ вот да нет я уже почитаю дальше да ты просто прочитай укрытие защищенное от чужого глаза слуха даже от жесткой протокольной пробы на достоверность произносимых здесь историй тут и не принято перебивать рассказчика требованием назвать участок фронта дату номер дивизии аргумент люди говорили считается достаточным подтверждением факта главное всякая байка должна утолять мучительный голод фронтовой братья повожделенной справедливости было ли может и не было но смерть как хочется чтоб было заметьте слово я здесь редко звучит обычно рассказчик только слышал об этом деле но лично но лично от самого героя или хоть от прямого свидетеля но приходится удивляться что в рассказе из вторых третьих рук яркие подробности выдают в повествователе очевидца да вот устраивайтесь с краешку сами послушайте садитесь смело за нозу не зацепите доска отполирована нашими как бы поделикатнее сказать нашими предшественниками итак рассказ первый разведка боем оратор нынче сержант тоненький точенький весь сложенный вроде складного метра шинелька поверх белья пилотка надет как тюбетейка рукав к рукаву на груди сдвинуты зябкие кулачки в них запрятаны а голосок притом авторитетный привык что слушают уважительно связист ведь много чего секретного знает ему в трубочку слышно фигура в блиндаже комдива неприметная что-то невидимое на шнуре при телефоне но видит слышит и знает что говорит заняли участок обороны после тяжкого наступления полторы калеки одно звание что дивизия путного полка не наберется но держим оборону противник слабенько шебуршится симуляцию делает вроде грозен а мы и вовсе не рыпаемся а грызаемся для приличия солдаты отоспались норовят как-то обжиться в траншеях нашлись коммерсанты купцы корабейники шастают потихоньку в тыл на станцию в деревню поменять шило на мыло трофейку какую на жратву а тут у противника шевеление наблюдается не готовят ли чего комдив очень беспокоится а ну как всерьез ссунутся чем держать о чем и проговорился командующему армии конечно подмоги не просил так просто поделился тревогой даже не надеясь и надо же через два дня купцовская разведка доносит по солдатскому телеграфу в ночь на станции тихо сгрузился эшелон полк пехоты свежий целенький все новенькое от сапог до пулеметов богатыри на подбор дивизия вздохнула с великим облегчением официально комдив никакого знака не получил понятно секретность внезапность но вот наша тыловая разведка получила важнейшие данные приезжие тоже на базарчике появились с дефицитом соль сахар мыло в брусках бабы курочку яички наши знакомятся по-братски с приездом богу молились чтобы вы сменить нас пришли те только фыркнули и отвернулись а наши не унимаются значит пополнение ох как нужно в самый раз спасение поддержка ага говорят мы вас поддержим трусы поганые только посмейте тропануть шаг назад пулеметами посечем гадов дивизию аж передернуло зубами скрипнула дивизия сплюнула с матом заслужили значит после таких побед и таких потерь ночью с комдивом сидят у стола комполка первый и второй командир негромко ставит им задачу а я за телефоном чего не дослышу по рукам его читаю вот он положил ладони на карту потом поставил их на ребро чуть раздвинул пальцы раскрыл пошире вроде приглашает войти полагаю сунется немец встык между нашими полками между вашими полками первым и вторым разведка боем силами до батальона отойди скрытно влево до опушки леса а ты вправо до реки без единого выстрела дайте им беспрепятственно преодолеть линию обороны и начинайте с двух сторон полегоньку но заметно и пальцы комдива гляжу сближаются как бы окружая захватывая и получилось застонал кто-то на скамейке как по писанному немец столкнулся никто не препятствует пересек траншею вторую и вдруг перед ним как на плакате плотный строй сверкающий касками и пулеметами могучей пехоты и что сразу и смертельно пугает невиданное и необъяснимое оцепенение этого строя ни движения ни выстрела и самое поразительное отсутствие малейшей маскировки напротив парад демонстрация в открытую и тут же зловещий шумок сзади окружают и немцы драпанули спасая свою жизнь ах ни один из них не оглянулся увидали бы нечто совсем невиданное парадный строй атакуемых рассыпался и схлынул бросая новенький пулемет и комдив предвидел рассчитал это 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 что ж такое по гражданскому сказать талант комдив был выкормыш войны из лейтенантов сорок первого сильно рисковал но очень уж хотелось показать героям-растрельщикам реального противника ох чудо сказал край скамейки не верится ты не поверил еще как поверил забурлило прямо но такой эпизод весь фронт оглушил бы а ведь ни звука слышно не было во всех штабах сводки донесения разбор боевых действий и нигде ничего не просочилось нет уж извините именно ох ох а кто из участников эпизода мог занести в оперсводку доложить по начальству такой факт немец доложит бежал без выстрела уже преодолев линию обороны или заградник признается вместо бегущих спин увидел врага настоящего даже пулемет побросал или тем более комдив возьмет на себя расстрельный трибунал как изменник открывший врагу фронт вот уж когда злейшие враги были все единодушны круговая порука как стали да ваша задача была очень трудна вот но спасибо я ребята слушал не без интереса так сказать эту прозу и по-моему в этом что-то есть да ну что же может быть Евгений Данилович у нас вот из того что в первом отделении военного осталось тут написано Лина когда я ее писал ребята эту песенку я даже не думал об этом специально но волей-неволей я подумал о той милой девушке которая оставалась в Москве а что будет если я не вернусь а это представить себе было очень просто братцы мои понимаете вот так же как от этой мысли уйти было и поэтому значит я и написал песенку и когда кончилась война то многие женщины где-то услыхали совет этой песенки спрятанной где-нибудь за зеркалом там дома как же надо дальше жить а песня не советовала не оставайся черной вдовой чтобы все-таки ты была и женщиной и матерью и чтобы раздавались еще звенели детские голоса на наших улицах и чтобы не оскудила земля русской после таких страшных потерь вот такая ребята история песенка такая простая мы вам ее покажем милая не плачь не надо грустных писем мне не шли знаю сам что ты не рада от любимого вдали ведь что время быстро промелькнет разгромим врага своей страны вина до ворот берлина полк дойдет а там лежит конец войны загорелый утомленный с автоматом на ремнях если на стерке пропыленой и в пехотных сапогах милый твой по улице пройдет по садам где не было он давно и на сумерках твой старый дом найдет постучит в твое окно Если ж землю обнимая Вяжет с пулей он в груди Ты не плачь о нем, родная И домой его не жди Пусть другой вернется из огня Скинет с плеч военные ревни Лина, полюби его и как меня Крепко, нежно в небе Вот такая была песня Давайте мы сейчас споем старый пень И сделаем перерыв Споем старый пень Это чисто автобиографические, ребята Истории, поэтому В вечной юности я вам открою секрет Я в начале пути впервые влюблен Весь в надеждах, как мальчик 17 лет Кто идет почтальон, что несет пенсион Боевых орденов и девиц кавалер Перед богом и перед милицией чист Старый пень, старый пень, старый пенсионер Старый пенсионер, старый пенсионист Как трещал телефонный звонок изверной Сто звонков от друзей и ошибка порой А сейчас начались беззвоночные дни И от друзей уцелели ошибки одни Для наружного мира и демона глух Напевающий рок и танцующий твист Сам себя развлекает беседою вслух Старый пенсионер, старый пенсионист Ни к чемушный чудак, как непарный сапог До сих пор не умеющий делать дела Говорят, приспособиться к жизни не смог Хрен она приспособить меня не смогла Незгибаемой дури высокий пример До зимы уцелевший на дереве лист Старый пень, старый пень, старый пенсионер Старый пенсионер, старый пенсионист Старый пенсионер, старый пенсионер